Привет, друзья! Мы приехали в клинику Друг, где у нас находится черныш. Черныш – это тот пёс, которого мы ловили целой командой с использованием снотворного, у которого на шее было одето кольцо, и с этим кольцом он бегал около полугода. Шея гнила, и, конечно же, ему не место было на улице. Он страдал, нормально не питался, и был абсолютно несоциальным, диким псом. Ну-ка, покажи, чем мы стреляем обычно. Ага. А, это в трубку, да? Серёга, ну ты прям, снайпер. Ой, воняет вообще. Всё гниёт, там до мяса у него. Она резала ему. Видите, вот этой штукой она резала шею. В клинике он находится уже целый месяц. Шея у него уже зажила, мы его кастрировали. Уже после кастрации он восстановился. Но самый главный вопрос, социализировался ли, изменилось ли его поведение. Дело в том, что первые 10 дней я приезжал, навещал его и помогал врачам держать его. Мы втроём его держали, чтобы обработать шею, чтобы сделать уколы, потому что он пытался нас постоянно укусить. От страха он мочился во все стороны, я весь был в моче. Там, держал его за задницу, он мне в руку покакать успевал. Подробности вот такие вот. Пойдём. 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 Черный. Черный. Я тебя, как помню, вчера приезжал здесь. Да, Дубик? Пойдём. Порвал. Это он отблиц прямо? Дотянулся же, да? Туз. Туз, молодец, умный мальчик. Хороший. Ты умничка. Мы как на Минополе, короче, как вот. Молодец, умница. Ну, умница. Вот, умница. Молодец. Тузик, нельзя. Тузик, Тузик, нельзя. Молодец, ты умница. Ну, слушай, ну прям вообще сходится, да? Срастается. Так. Стой. Туз. Вот так вот район держим. Туз. Туз. Тузик, Тузик. Я уже две недели его не видел, не навещал, потому что в постоянных разъездах, постоянная занятость. И вот сейчас я приезжаю и говорю, ну что, девча, давайте я его забираю, его вожу обратно на гаражи. А девочки мне говорят, Саш, так слушай. Он говорит, ну что это? Говорят, что он прям изменился, что его поведение изменилось, он стал более социальным, он стал нормально гулять. Может быть, может быть, ты его попробуешь пристроить. Я честно до конца не верю. Вообще не верю, что он изменился, потому что то состояние его было, постоянного страха и вот этой агрессии к нам. И то, что говорят, сейчас он изменился, нормально гуляет, нормально на людей реагирует. И в принципе он социальный, готов к семье. Я говорю, да как? Как? Давайте сейчас посмотрим, вот мы ждем, когда нам уделят время. Я говорю, позвал его, он подошел ко мне, вот прям так вот голову дал. Я ему голову, уши, глаза, ему нос. Чёрный? Нос потрогал. Чёрный? Да. Я сама не ожидала, я боюсь, но как бы смело так все. Кто вот его знает, подойдет, нет он абсолютно. Я говорю, ну молодец, я говорю, дай лапку поглажу. Нет, лапку он не захотел, я отошел. Он так-то не опасный, когда с нему так вот. Нет, просто до этого он вообще, ну абсолютно никак. Ну, видишь, ну никак, он не хотел, а сейчас он позволяет и вот это все. И прикасается, и к ноге там сам. Он так убежать собирается. Ты убежать собираешься? Ты убежать собираешься? Спрятался в доме. Да, надо же спрятаться так, когда глаза не видят, ничего страшного уже не. Молодец. Ну, тут, говорю, все, вот он уже прямо по-человечески себя ведет. Ему, конечно, надо. Он нравится гулять, заходить уже. А глаза вот он разрешил гладить, носик разрешил погладить, носик, да? Носик. Все мы его жалеем, жалко его. Ну, он, во всяком случае, он когтями ничего не пытается чесать, нет. Шея все уже, ну как, в смысле, уже все затянулось. Да. Вот у него вот эти раны. А что вы и сами разойдутся? Нет, это рубец, коросточка отойдет, рубцовая ткань, она будет, конечно, его беспокоить какое-то время, это неизбежно. Ты сейчас спрячешься. Ты что, я буду сам гулять с ним, что ли? Это вы мне доверяете его, что ли, гулять? Да. Что, слишком? Не надо бояться, у нас парень теперь. Главное, не упустить, а то свалит. Хвост держи, Саша. Хвост трубой. Вот этот хвост. А, я думаю, его хвост уже держать. Нет, вот этот хвост. Это он особый способ выгул на ракете. Гуляйте, пройдитесь, вот он. Пошли гулять. Пойдем гулять, пойдем. Пойдем, пойдем. Надо слушать, чтобы я гулял черныша. Так, друзья, вот мы общаемся, детали выясняем. Это Сергей, который нам помогал ловить. Он говорит, Саня, я стал звездой. Говорит, мне все пишут. У нас на ТикТоке же 10 миллионов там просмотров, 11 миллионов просмотров. И он там засветился, ему все пишут, говорит, слушай, ты звезда ТикТока. Ну, сегодня мы не об этом. Мы приехали в клинику Дру, где у нас уже месяц находится черныш. Мы к нему вот заезжали три дня назад, проверяли его, смотрели, как у него все зажило, как у него по социализации, адаптации. Девочки в клинике говорят, что ой, такой милый и хороший. Ну, на прогулке он показал себя таким, опять же, полудиким. В общем, особо ничего не изменилось, минимально. Мы решили его, в общем, отпустить вместо его обитания. Изначально моя задача какая была? Поймать, срезать кольцо, да? Вылечить и отпустить на место. Вот мы это и воплощаем, доводим до конца. Вот. Может быть, после этого видео кто-то захочет его забрать. Тогда мы с Серегой вместе его опять поймаем. А что, может быть? Второй раз тяжело. Да, второй раз тяжело будет ловить. Мы на место обитания его. Я звонил, не, я никто не нашелся. С кинологом разговаривал. Она говорит, слушай, ну, этот, ну, займусь я им. Это очень много на занятиях говорит. Там больше десяти. И еще, если будет какой-то результат, он будет минимальный. А если никого не найдешь, ему семью, а мы еще его немного адаптируем, еще что-то это, и потом все равно улицу надо будет возвращать, вот, то это будет еще более травматично для него. Ну, после всего. Если кто-то захочет взять, то мы его отправим. Злоем отправим. Но это очень проблематично. Никто, ни один человек, вообще ни один не спросил. Вот сколько? 11 миллионов посмотрел на ТикТоке, и один миллион на Ютубе. Нет, хоть бы кто-то бы один. Да я бы его вообще, я бы с удовольствием, я бы все бы сделал, чтобы его упаковать. Ну, меня сейчас наругают, в общем, под видео будет. Все, отписка, и все, и Саша, сволочь. В общем, суть в том, что все тут привыкли, и аж до слез. Жалкая Тузика, что он все-таки... Что он без хозяина. Что он без хозяина уходит, ага. От страха он делал свои... Пару метров осталось, и посмотрим, как Черныш себя будет вести. Жалко его, конечно. Но я буду приезжать, почаще постараюсь, потому что тут пару минут от моего места работы буду приезжать, что-то на покушать привозить, ну, следить хотя бы просто, как он себя чувствует, как он себя ведет, как он тут снова себя в этом месте его бывшего проживания, что он будет тут делать, не обижает ли его кто-то. Вот, вот, переехали на ровно то место, где мы его ловили. Ну, давай. А, и смотри, бежит на свое место. Вон, он сразу узнал, где он был, где он раньше жил. Вот там дырка под гаражом. Коротко получилось у нас с ним расставание. А он пришел, и все, он тут себя чувствует, как дома. Друзья, я очень сильно переживал, конечно, как у нас все это получится. Я вообще переживал за то, что мы отпускаем его обратно, вместо его обитания. Вот, у меня какая-то планка задралась. Тут он и жил под этим гаражом всегда. Вон та дырка, где я его и нашел первый раз. Я когда сюда приехал, тут был ужасный запах, вот, гниющий его шеи. Ну что, друзья, я очень переживал, конечно, за реакцию девчат из клиники, что они были расстроены тем, что я не нашел ему семью. Короче, все хорошо. Собака жив-здоров! Вот Серега резюмировал, да. Жив-здоров, самое главное. Бегает, кушать может, пить может. Вот, да. А я буду его навещать, ну, какое-то время, первый месяц-два, периодически смотреть, как он себя чувствует, чтобы его тут никто не обижал. Все, ладно, Серега, спасибо тебе. Так. Ну все, заканчиваем. Всем спасибо. Ой, ты красавица! Это сосед Черныша. Или соседка. Хороший. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова